Доброе утро, Севастополь! Каждое мое утро доброе, все потому, что я знакомлю вас, мои дорогие телезрители, с тем, что происходит в нашем городе, а также встречаю замечательных гостей. Ну а с 19 по 23 октября в Севастополе пройдет пятый кинофестиваль «Святой Владимир». И этот кинофестиваль набирает все больше популярность с каждым годом. Это кинофестиваль фильмов и телепрограмм духовно-нравственного содержания. И в этом году за право участвовать в конкурсе боролись более 300 кинолент. Ну а в нашей утренней программе президент кинофестиваля «Святой Владимир» Алена Иваниченко. Доброе утро, Алена! Доброе утро! Доброе утро, студия! Доброе утро, любимый город! Спасибо за хорошие слова о нашем фестивале. Надеюсь, действительно, с каждым годом его организация будет все удачнее. А для нас, для тех, кто его создавал и в течение пяти лет проводит в Севастополе, начинаются самые ответственные и самые прекрасные, наверное, дни года. Хочу сразу анонсировать в Доме офицера флота церемонию открытия. Состоится в субботу, 19 октября в 19.30. Вход бесплатный. Главное, чтобы хватило мест в зале, потому что это учреждение флотское. И когда зал будет переполнен, конечно же, кассиры, билетеры вам об этом скажут. Но если вы часов в 19 поторопитесь в видов, то вполне возможно увидите народного артиста Юрия Владимировича Назарова, замечательного артиста Валерия Гришко, исполнителя роли академика Королева в фильме Юрия Кары «Главный». Творческий вечер Юрия Кары – это следующее событие фестиваля. Потом, естественно, самого председателя жюри Юрия Кары, молодых прекрасных актрис-исполнительниц ролей в конкурсных фильмах. И прекрасную оперную певицу Оксану Лесничью с концертмейстером Алой Басаргиной, которая порадует севастопольцев оперным пением, искусством, достойным Большого театра. То есть это солистка Большого театра, которая будет гостем нашей церемонии. Кроме того, спасибо за поддержку правительству Севастополя, потому что у нас будут выступать и творческие коллективы севастопольские. И огромное спасибо Черноморскому флоту, командованию Черноморского флота, лично Игорю Осипову за предоставление площадок фестиваля. Это традиционные наши друзья. И еще пять лет назад, когда у нас практически не было ни спонсоров, ни особых средств для проведения фестиваля, первым нас поддержал именно Черноморский флот. И приятно, что мы эту традицию укрепляем, стараемся делать подборки фильмов для показывать на Черноморском флоте. В этом году фестиваль пройдет на должном уровне, благодаря поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации. Организация колоссальная, масштабный уровень. Вот расскажите, в чем идея этого фестиваля, каковы его задачи? Вы знаете, когда-то, еще когда я была репортером Первого канала России и свои документальные фильмы иногда показывала на фестивалях в России и за рубежом, мне говорили, почему в Севастополе нет фестиваля духовно-нравственного кино. У вас же Крещение Владимира, у вас же Херсонес. Вот на этой площадке сам Бог велел, и кроме того, сам Бог велел проводить такое мероприятие, участие в котором многие кинематографисты будут воспринимать вот как паломническую поездку, как экскурсионную поездку. И после того, как, когда у меня появилось свободное время, мы вместе вот с организаторами, очень легко было единомышленников найти, кинематографистов, телевизионщиков Севастополя и Республики Крым. И мы вместе стали организовывать этот фестиваль, и вы знаете, вот все получалось. То есть благословение владыки крымского лазаря, надеюсь, дерзну сказать при покровительстве самого святого Владимира, вот как-то оно все складывается. Уже были такие ситуации, когда казалось, ну невозможно это организовать, невозможно провести. Но, слава Богу, за все, все проходит, и потрясающая, конечно, севастопольская публика. Мне кажется, ни в одном городе такого провести невозможно, потому что люди приходят в кинотеатры с утра с бутербродами, занимают места, мы таких почетных наших зрителей знаем, наши программные директоры говорят, ну просто удивительно. И вот сидят как на работе. То есть, когда ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, это востребовано, как-то вот отрадно на душе и надеюсь, все получается, дай Бог, все получится. Повышенный интерес, я так смотрю. То есть цель фестиваля – это популяризация киноленты и телепрограмм духовно-нравственного содержания. А какие киноленты принимали участие? Есть ли международные какие-нибудь участники, скажем так, иностранные киноленты? Есть международные участники, и каждый год к нам приходит достаточно много заявок из зарубежных стран. К нашему удивлению, например, из Турции, из Сирии, из Ирана бывает достаточно много заявок. Европейцы нас поддерживают, несмотря на санкции. В этом году у нас статуса международного чисто формально нет, потому что для этого нужно подавать бумаги в Министерство культуры специально. А будут? Да, но тем не менее у нас будут гости, которые во внеконкурсном показе покажут свои работы. В том числе я бы хотела отметить наших коллег-журналистов, тележурналистов из Сербии, которые подготовили документальный фильм о событиях в Белграде 20 лет назад, о тех, кто находился на телецентре во время его обстрела, о наших героических телевизионщиках, наших коллегах. Я имею в виду не наших, а сербских, естественно. И вот эта документалистика, знаете, в чистом виде. Очевидцы событий, которые рассказывают о событиях, хроника этих событий. Вот в таком жанре, собственно, они и сделали свое кино. Хочу привлечь внимание зрителей вот к этой прекрасной площадке, где мы сейчас находимся. Это кинотеатр «Победа». И начиная с 20 октября и до 23, начиная с 9 утра и до 22, 21, 30, в режиме нон-стоп здесь будут показываться конкурсные фильмы. И в кинотеатре «Москва» тоже. Мы всех приглашаем. Ну а с 19 по 23 октября будет проходить кинофестиваль «Святой Владимир». Мы всех приглашаем поучаствовать, посмотреть картины. Будут показываться более 80 кинолент и показ абсолютно бесплатный.